Аномальная жара в Европе, температура воздуха достигла 47 градусов, не намного меньше на этой неделе было и у нас, около 40 в тени. Кабмин даже вспомнилась и есть, но с оговоркой на усмотрение работодателя. Кто решится на этот эксперимент и как дожить до понедельника, когда синоптики обещают похолодание, знает Елена Медясова. Спасайся, кто как может, в воде. Обливаясь в фонтане или сидя у кондиционера, жара не щадит никого. Температура воздуха на этой неделе потрясла украинцев. Местами перевалила за плюс 38 в тени. Каждое лето таки обтрапляется. Температуры не выходят за межи каких-то экстремов, все в межах нормы. Но для людей такая, казалось бы, температурная норма уже испытание. В Луцке водителю маршрутного автобуса стало плохо. С полным салоном пассажиров он въехал в КАМАЗ. Итог – 12 пострадавших, из которых двое детей. Девятилетний мальчик в реанимации. Дышать нечем, сквозняк из окон и люка мне помогает. Реалии общественного транспорта, как в раскаленной печи. Приходится махать, в печку клеить. Чтобы хоть как-то облегчить участь киевлян, столичный зеленстрой установил в одном из парков освежающую арку. Сейчас в знойный период прекрасно. Освежает, конечно. Можно здесь прямо поселиться. Такие конструкции в мире давно не открытие. В адскую жару их ставят практически во всех европейских городах. В Киеве, к сожалению, такая пока одна. В принципе, она по себестоимости очень дешевая. Не более 300 гривен получилось. Мы сделали буквально там часика за два и поставили в парк посмотреть. У нас в планах еще в начале парка одну поставить. Возможно, по других парках. А пока освежающие арки явление не массовое, украинцы традиционно спасаются на пляжах. Правда, и такое охлаждение не всегда безопасно. Спасатель Сергей рассказывает, на этой неделе не было и дня, чтобы не вызывали кому-то скорую. Каждый день происходят какие-то события. У всех людей жара плавит, так сказать. В зоне риска в первую очередь гипертоники, сердечники, люди преклонного возраста и с избыточным весом. Впрочем, жара сказывается на самочувствии молодежи. Рекомендации медиков простые. Пить больше воды, не выходить на солнцепек и не употреблять алкоголь. На фоне экстрагренальных потерь организма, то есть те потери, которые организм теряет, ту жидкость, которую организм теряет через кожу, у них происходит сгущение крови и возможен риск возникновения тромбозов, тромбоэмболии и тому подобное. Страдают от жары не только люди. Высокой температуры не выдерживает даже техника. Для перевантажения электромережи, потому что люди вмикают кондиционеры, вентиляторы, пытаются как-то охолодиться. Чтобы спасти зеленые насаждения и клумбы, в столице Наполив ежедневно тратят 2000 тонн воды. Охлаждают также автомагистрали и дороги. Правда, из-за раскаленного асфальта вода быстро испаряется и эффект практически нулевой. Синоптики обнадеживают. Дескать, жара продержится еще пару дней. А с понедельника температура снизится и пройдут кратковременные дожди. Елена Митясова, Вадим Свиридонов. Подробности. Телеканал Интер.